здравствуйте друзья здесь Деменков Юрий сейчас идет аукцион открытия и я вот на аукционе открытия покупаю яндекс я поставил заявку на 2495 так нет он еще не состоялся вот она моя заявка три акции у меня так просто ждем на самом деле сейчас остается меньше минуты до завершения последние сделки которые были совершены на бирже 2520 я по 2495 поставил его желтым светом это моя позиция то есть я сейчас в плюсе по яндексу да и я поставил обувь россии тоже заявочка вот здесь на покупку обувь россии вы видите сильно выросла я ее продал вот где-то здесь насколько я помню она после этого еще выросла после того как вышел отчет так вот у меня с хотя аукцион состоялся я купил три акции яндекса три лота яндекса видите да вот здесь вот здесь я купил их 2432 я поставил по 2495 но были заявки на продажу лучше поэтому я купил его вот здесь так но все с аукционом мы закончили сейчас я покажу вам свою табличку так обувь россии интересно купилась у меня или нет да нет конечно вот ну и ладно значит посмотрите за последнее время я переформатировал свой портфель инвестиционный и сейчас он выглядит вот так я уменьшил валютную составляющую 42 процента актива у меня по-прежнему обувь россии не обувь россии господи рус 28 это евробонд это облигация которая в валюте российская она мне уже выплата купонов было я получил свои купоны вот неплохие там были но все как как положено на самом деле сколько там 60 с лишним долларов было 4000 рублей получил вот на втором месте у меня по проценту активов распадская 9 процентов ну дальше примерно равномерно вот я распределил у распадского меня чуть больше потому что я все жду жду роста распадской поле металл 628 значит ну распадская ну да так сказать по процентам лучше смотреть яндекс только что я прикупил только что я удвоил свою позицию по яндексу я говорил в прошлом видео почему но вот так у меня по-прежнему ну поменьше чем яндекс ну сопоставимо дальше система а о газпром то он у меня просто остается и все вот аэрофлот аэрофлот я прикупил немножечко аэрофлота потому что но у меня не было транспортных компаний вот я прикупил дальше втб честно говоря я думаю он у меня по минималке взят небольшом количестве но я даже это чур продать не нравится мне вот но я думаю что я уменьшу долю втб дальше идет алроса очень небольшая доля она упала я ее наверное буду увеличивать вот тот нефть да вот область обувь россии я практически все продал с прибылью и сейчас пытаюсь докупить по низкой цене она у меня это не получается но прибыль по обуви россии я получил и я уже ну это держать как бы намерен долго долго обувь россии надолго все-таки это акции небольшой компании они могут очень сильно вырасти он также очень сильно могут упасть это более рискованный актив как я считаю поэтому ну долю я наверное увеличу конечно раза в два так сказать но она будет обычная и сопоставима с долей скажем аэрофлота вот теперь дальше смотрите сургут нефтегаз префы я оставил один лот всего лишь и просто так для наблюдения и даже его возможно я продам но сургут нефтегаз префы я думаю что они начнут расти после того как начнет расти доллар поэтому я просто жду и пусть они будут то есть я ожидаю что рубль будет падать а доллар расти и соответственно связи с этим будет расти сургут нефтегаз привилегированы и вот еще у меня в портфеле вы видите это акции одного типа поэтому их помалу взято но в сумме сумме это достаточно большая доля портфеля смотрите я взял акции тат нефти газпром нефти и башнефти это все компании которые продают бензин они вполне успешны и они в очень хорошо растут и поэтому поэтому я решил в портфель свой добавить вот акции которые занимаются продажа нефти нефтепереработкой тат нефть очень хорошая компания газпром нефть тоже очень хорошая компания но и башнефть компания с хорошим потенциалом я считаю лукойла как вы заметили у меня здесь нет потому что на мне почему-то кажется что лукойл свое отработал он очень сильно рос на нему все очень сильно заработали и я в том числе но все значит программа байбека там завершается и лукойл вряд ли будет дальше расти потому что потому что он уже вырос он свое отработал вот поэтому от нефти у меня 259 процента плюс 165 процента газпром нефть и 129 процента в башнефти то есть три плюс два с половиной пять с половиной процентов это примерно на уровне у меня нефтяные компании на уровне яндекса то есть большой процент портфеля у меня вот что на спб у меня происходит она спб у меня происходит следующее нет фликс смотрите нет фликсы как-то упал очень сильно потом еще упал и еще упал и я его вот здесь вот я его решил когда-то взять когда-то взять думаю ну я вообще здесь на бирже спб в общем-то ушел в кэш свое время потому что все что могло вырасти все выросло и я думаю ну его нафиг вот больше расти не будет все было на максимумах вот а потом я сидел сидел и думаю дай-ка я посмотрю просто ну обзор акций сделаю какие у меня есть ну вернее или были вот и я посмотрел нет фликс мне показалось что очень на хорошем уровне я его купил через некоторое время когда он уже вырос вот до сих пор примерно приходит рекомендация что рекомендуем купить акции нет фликс они должны начать расти а я их уже купил вот поэтому вот такая штука вот и еще у меня посмотрите вот есть такая компания или lilly and company что это такое давайте сейчас я объясню смотрите я регулярно смотрю новости о маркет твитс и там меня прямо так вот завлекает все и в новостях я вижу что идут отчеты по американским компаниям я прямо сейчас начинаю потихонечку интересоваться сейчас идет сезон отчетности в америке идут отчетности по американским компаниям и самые большие доходности дают всяким акции вы знаете вот что мне нравится что такая-то компания значит там занимается разработкой лекарств и получила патент на лекарства и ее акции взлетели таком другая компания значит завершает и программу исследований по лекарству значит дала положительные результаты значит результаты тестов и акции взлетают и так далее так далее так далее и акции взлетают именно фармацевтических компаний которые разрабатывать занимаются разработкой какой-то ну каких-то лекарств вот и тестированием здесь вы видите инвиз и это акции крупнейших компаний вот которые входят в s&p 500 вот и когда я читаю новости когда я читаю новости то в новостях я регулярно вижу что максимальные взлеты идут на фармацевтических компаниях у которых там что-то там подтверждается какие-то новые лекарства они вводят изобретают что-то и ну именно вот по фармацевтики поэтому я решил зайти сюда и посмотреть вот эту область и которые health care вот и ну в тот момент как раз здесь и было вот вот эта вот компания l l и дала рост начала только роста я решил посмотреть дело в том что когда роботизированная система вот это вот wall street работала они как раз работали с очень маленькими компаниями которые входят в индекс s&p 500 и значит я думаю ну вот очень маленькая компания дала рост только что я решил почитать по этой компании информацию вот вот health care и здесь drug manufacturers major значит производители лекарств я зашел на вот этот вот раздел где производители производители лекарств здесь johnson and jonson файтер файцер мерк м 2 и и и и и лили лент компани вот здесь я ввожу л л и и и лили лент компани и я я решил посмотреть на обзор по этой компании, LLE. Вот, и здесь я увидел, что, да, у них там в прошлом году была не очень хорошая отчетность, поэтому акции упали, и сейчас они находятся вот на уровне историческом, который, ну, уровень поддержки, и, ну, что это значит? Это значит, что они, скорее всего, вырастут, ну, скажем, до 120. Вот, и дальше я почитал, вот здесь по ним фундаментальные какие-то данные есть, да, по фундаментальным данным, честно говоря, не очень по-е, вот, но вот здесь вот Голдман рекомендует покупать, Эдвард Джонс повысил рейтинг содержать до покупать, вот, ну, правда, в апреле Гугенхайм снизил рейтинг, вот, но, а предыдущие были уже давно рейтинги, вот, и дальше вот здесь вот всякие статьи, которые выходили по разным компаниям, это все, правда, на английском языке, 25 июля это было, я решил почитать вот эту вот информацию, вот, вот, и вот информация от Рейтерс, от 24 июля, Элилилис хипогликемия тритмент Винс ФДА аппрувал, значит, они выиграли, как называть аппрувал, подтверждение, то есть им разрешили использовать их разработку по лечению гипогликемии, вот, и я решил, что вот в этот момент надо брать, то есть совокупность вот этих факторов она дала мне, вот, навела на мысль купить акции этой компании. Я вас не призываю этого делать, просто вот я объясняю характер своих мыслей, вот, что такое Элилили, вот, и вот здесь вот, да, Элилилилис токдаун на 6,8%, она упала в 2019 году, может ли прибыль, увеличение прибыли во втором квартале дать рост? Ну и дальше уже другие, так сказать, как бы, обзоры уже появились позже, я их не смотрел, честно говоря, пока просто сижу в акциях, они у меня есть в небольшом объеме. Вот такой сегодняшний обзор большой. Сейчас все, спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий, до встречи. Да, лайк поставьте. Субтитры сделал DimaTorzok